теперь далее общую часть заклеил сейчас еще раз обезжириваюсь уже сольвентной водой все протерто несколько раз мне очень важно обезжирить зону перехода камера садится это плохо короче клеится лепесточкой таким образом чтобы когда я буду красить лакировать здесь лак попадая туда давал еле-еле заметную линию припыла интересная штуковина так сел у меня основная камера не поняла на каком моменте остановился поэтому повторюсь приклеена специальная такая лента 3м для переходов по центру у нее есть клеевая полоса по краям хвостик висит пустой то есть зазор для того чтобы лак не сделал четкой линии очень удобная штука дальше здесь я приклеил у мирки нашел такой классный поролоновый валик с одной из но со смещенным клеевым центром для дверных проемов для создания переходов вдоль ребер вообще шикарная вещь не знаю где я раньше был почему его не нашел я его приклеил вот этой клеевой полоской вот так то есть у меня нету хвоста телепающегося но тем не менее не будет жесткой линии это тоже все для лака остальное заклеил бумагой таким образом что после лакировки я снимаю бумагу снимаю скотч и обрабатываю переходным растворителем пленка у меня заканчивается аж вот тут крепится то есть у меня переходный растворитель не даст никаких хвостов мне сейчас заклеим последний участок и приступаем к откраске тут надо закрыть так теперь открашиваем я повесил выкраску сделал на нем шики пробные не хочет фокусироваться зараз короче давление 16 вода чуть-чуть прикрутил цвет я уже этот выкрасил проверил его так где-то вот тут протир на торце видно как хорошо укрывает это пол слоя даже мокрого тут толком и не было вот тут у меня грунт идет его хорошо закрывается а вот белая он протир до низа он хреново закрывается выкрасы я себе делаю во первых сконтролировать припыльный слой так или иначе то есть какого лучше положить это раз во вторых у меня почему-то нету заводской выкраски этой то есть я грубо говоря себе делаю в color box библиотеку есть хорошо сушим а и нанесу припыльный слой так открываем кузов выкраску мочим антисиликоном чтобы она была прозрачно сверяем да хорошо в камеру конечно что-то на темнее смотрится хотя так к крылу хорошо на в общем то есть я взял подобрал один из четырех заводских кодов сделал выкраски подобрал то что лучше подходит и спокойно так вот открасился так тут уже у нас все просохло рассохло идем замешивать лак выкраску обязательно надо залачить чтобы сохранить ее замешиваем лак и шпарим лаком что ждать тут делов осталось раз-два все лачимся давляк . теперь там где у нас старый лак я сейчас первый слой не наливаю полный лак я не сдаю только тут где краской подачу на минимум я фактически тут дам только пыль лачу смело туда к ребру теперь открою подачу где я покрасил чуть налью вот так теперь давляк 18 и уже заливаем все сюда к парашюту идем поближе давайте проемчик вначале и поехали и поехали и поехали и 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 сразу под парашютик и идем делать переход то что я люблю ватовский штекер, можно снять все одной рукой у меня тут двойной открас идет вот переходник он хорошо перемешан теперь снимаем эту ленту снимаем вот этот аштег сейчас надо вначале валик чтобы нам нигде пакости не сделать так неудобно все делать одной рукой вы не представляете надо же как-то и снимать отсюда сразу снимаем вот это теперь снимаем давайте отсюда вот это вот это иди сюда и вот это что мы видим видим хороший переход 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 тоненько тут во внутрях честно говоря вообще ни хрена не видно ну пройдем вот так сейчас он чуть обсохнет видно что переходник тоже дает блеск для чего я заклеился именно таким образом потому что уже было замечено если здесь заклеить бумагу а допустим сверху переходного там какого-либо скотча пленки валика ну короче когда будем пшикать переходником чтобы у нас не было ни где жесткой линии потому что эту жесткую линию потом превращает есть лак который разъедает старое лакокрасочное делает глянец то есть это не просто растворитель это именно специальный на нем даже написано Fadeout Ultra HS с этой дрянью надо работать аккуратно но если она потечет то есть лучше не допылить чем перепылить но если она потечет это все это труп ну вот как-то так завтра я уже открасился на ночь завтра приду поставлю может быть лампу ну я гляну еще как она будет поставлю лампу закрываем дверь посмотрим цвет полирнем переход и все прошла ночь сушки естественной вот такой переход получился думаю проблем тут не будет ни в полировке ни в чем сейчас расклеиваемся выгоняем я поставлю на нее лампу пусть чуть подсохнет потому что так или иначе в помещении было прохладно в камере не топило ничем то есть 14 градусов довольно таки холодно для сушки поэтому поставим лампу подточим пару соринок закроем дверь посмотрим на цвет да будем заканчивать так выгнали поставили бампер на место я ее поддомкратил мне сейчас нужно тут изнутри еще раз обработать все гермитосом пройду потому что я сомневаюсь что там обработка осталась живой поставлю лампу и потом аж когда высохнет через пару часов поставим на место подкрылок итак теперь полирнем переход тут я еще не трогал видно матовость да это пропыл от баллона и вот где матовость заканчивается вот тут лежал скотч вот так вот хорошо видно на лампу где было заклеено где попадал переходной растворитель почему я и клеился выше потому что если бы у меня вот тут скажем так был приклеен скотч я бы здесь обработал переходником у меня бы здесь была жесткая ступень как будто залакировали и ее бы было проблемно убрать а вот я вот тут кусочек полирнул то есть все мехом спокойно сполировывается без каких-либо напрягов буквально за одно движение а полируем вот эту полку вот эту я уже тоже полирнул чтобы просто показать как получается переход потому что на той полке вообще его поймать фактически невозможно он тут с обратным как бы переломом и линия лампы ну вообще никак не попадает чтобы ее даже как-то подломить поэтому вот тут на этом изгибе хотя бы можно четенько увидеть может так как получается переход под этот скотч мне понравился этот скотч на таких ребрах хорошая очень хорошая вещь полируем чутка пасты пробую опять-таки пробую ищу что у меня вот Сергей говорит по рупису ему нравится я вот пробую сейчас попробую его с белым мехом как бы юзаю щупаю в принципе неплохо паста работает с автомэджиком они в одинаковой цене и у меня честно говоря такое ощущение что они работают почти одинаково не могу только понять на чем лучше сосредоточиться да белый мех мерка это простой дешевый мех он работает жестче чем желтый но в принципе вот посмотрите какой блеск это я тут прошелся пару соринок убрал блеск замечательный ну конечно цвет серебро такое светлое но поролоном пройтись все равно надо после него обороты невысокие где-то 1100 что-то и они и и они они вертся мы Ни наждаком ничем я тут не работал. Кроме того, что когда готовился под переход, вот все на ребре сильно долго пилить нельзя иначе такое ребро очень просто пропиливается здесь у нас все было сделано подвалик поэтому тут ничего как бы даже и не ощущается теперь мерковский поролон что-нибудь то что придает блеск а Продолжение следует... Также сейчас аккуратненько терну дверной проем, потому что я так или иначе какая-то рисочка там от скотч-брайтика тоненькая осталась. Ее может и не сильно заметно, но тернуть тут это несложно. Вот и все. Вот тут у нас идет под внутреннее ребрышко переход. Получился сам по себе вообще. Ничего не надо было сделать. Здесь тоже переход. Все чисто на поролоне. Никаких наждаков, ничего не применялось. Ну, поролон, круги полировочные. Здесь тоже дали глянец. Все в порядке. Подкрылок уже поставил. Гермитосик там высох. Дали дополнительную защиту. Снимаем скотч, ставим лючок. И в мою машину. Все готово. Еще можно тут подрисовать чуть-чуть. Хотя бы кистью, чтобы не так было палено. Потому что тут какое-то повреждение было. Оп. Оп. И оп. По цвету все нормально. Перехода не видно. Мне нравится. Самое главное, ступеньки переходов получились довольно-таки хорошо. Все. Машину намоет. И готово. Все. По машине все готово. Тут подкрасил. Чтобы хотя бы в глаза не бросалось. В принципе все. Мы на этом закончили. В общем сложности. Вся процедура у меня заняла полтора рабочих дня. Если есть конечно какая-то срочность. Можно сделать и за один рабочий день. Но я сторонник того, что пусть лучше чуть-чуть постоит. А лишние там час-два посушится. Нежели торопиться. И потом будут какие-то просады. Конторивание или еще что-либо. Так получилось все хорошо. Все. На этом все. Следите, какие вопросы в комменты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok